И всем привет, ребят! С вами Мастер Вайк, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы попробуем реализовать одну очень интересную комбинацию и устройство к ней, которое на сегодняшний момент времени показывает себя очень интересной. И уже на протяжении долгого времени есть потенциал и есть возможность реализации этого жесткого устройства. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов. Ой, какой миллион! У нас уже же повысился фонд в виде 3 миллионов кристаллов и 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте моличный такт, тактимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Я же в свою очередь одеваю то самое заветное вооружение. Сегодня мы скатаем на Викинга Громе с адаптивной перезарядкой, с устройством, которое я, если честно, в рамках своего основного аккаунта уже давным-давно не использовал, но которое очень жесткие результаты может показывать. И сегодня мы попытаемся это все дело вместе с вами реализовать с дроном Кризис. Резисты, я думаю, что можно также взять от Грома и, например, от какого-нибудь Магнума. Пусть будет так, если что в матчмейкинге поменяемся. Ну и пикаем быстрый бой, выбирать здесь ничего по режимам не будем. Можно было бы, конечно, выбрать какую-нибудь дефолтную TDM на реализацию, но выбирать не будем и попробуем реализовать эту комбинацию. На сегодняшний день у нас идут споры, да, какое устройство на Гром является лучшим. Кто-то склоняется к вакуумным снарядам, кто-то склоняется к адаптивной перезарядке и к ее реализации. Например, в том же режиме Асада это устройство можно очень жестко раскручивать. По сути, к слову, можно было бы даже, наверное, в Асадочку и запикаться, где ребята кучкуются. И попробовать реализовать на максимум это устройство. Он у меня закидывает на штурм в Берлин. Максимально, конечно, такая тяжелая, скорее всего, карта. Но давайте попробуем. Не знаю, получится у нас что-то здесь интересное реализовать или нет. Каждый ваш выстрел по нескольким противникам, либо по одному противнику ускоряют перезарядку вашего снаряда. Соответственно, ваша задача стараться не промахиваться, то есть четко наносить урон по оппоненту. И при этом стараться искать еще и сплэш, да, чтобы было несколько танков рядом. Чем больше оппонентов рядом, тем больше возможностей и лучше реализация вашего устройства. Ну а что касаемо Викинга, то Викинг это тот самый корпус, с которым это устройство раскручивается нереально жестко. И как раз-таки в тех режимах, таких как Асада и Джиггернаут, в Джиггернауте тоже очень можно жестко раскрутить это устройство, Викинга гром работает максимально эффективно. По сути мы, наверное, даже могли и сделать бэкцент на эти два режима, но ладно. Раз мы уже запикиваемся сюда, скатаем ту катку, которая у нас есть, пробуем слить здесь шафта. Так, ну и здесь есть еще замечательная Викинга-смока, пробуем ее тоже быстро здесь разобрать, шафт с лечением или без. Противник, кстати, особо сильно здесь не сближается друг с другом, хотя, если честно, ну, наверное, в рамках такого боя здесь на штурме могут противники кучковаться, да, то есть когда они начинают плотно дефить, просто карта, наверное, немножко большеватая, и поэтому пока что у нас противник... О, аучас, аучас! Нет, все-таки не залетел по двоим, хотя может залетит, может по нескольким танкам залетит, и вот тогда раскрутка этого устройства начинается прям мега-мега плотненько. Но проблема в том, что нужно стараться вообще не промахиваться, да, то есть если вы промахиваться не будете, то тогда ваша скорость перезарядки будет только и только увеличиваться, и за счет этого у вас будет возможность быстрой, качественной, дополнительной реализации вашего устройства. 8 киллов у нас имеется, 3 смерти у меня уже, пока что ни одной доставки наши тиммейты не оформляют еще в рамках этого боя, какая-то супер плотненькая каточка пока что у нас здесь складывается, но будем стараться, будем стараться подсаппортить тиммейтом, в первую очередь попробуем реализовать свой ОУД, да, который у меня уже сейчас прямо-таки будет, здесь еще у нас Викинг Гайзида под нас пытается врываться. Так, ну и попробуем сейчас где-то вжаться, у нас по сути уже 3 минуты боя прошло, ну а по киллам у нас, я бы не сказал, что здесь большое количество набито, попробуем въехать, наверное, просто вот так вот напередку, да, и с раскруточки начать развал, начать жесткую развалку, ах, и вот этот вот Хантер, конечно, меня здесь сильно удивил, ну а 14 киллов, 4 килла с прожатого овердрайва, в принципе, неплохо, и вы видите на то, какая скорость сразу снаряда жесткая становится под прожатием Викинга овердрайва, я не зря говорил о Осаде и о Джиггернауте, да, то есть Джиггернаута, например, с такой скоростью вашего снаряда можно очень быстро разобрать, и это, и это все дело работает максимально, максимально эффективно. 300 очечий для этой карты это уже неплохой результат, но наша задача постараться здесь выйти на какие-то супер большие цифры, даже если мы здесь и не потянем, да, и поиграем в рамках как ТДМки, все равно нужно постараться сделать как можно больше киллов и заработать как можно больше очечий, 8 с половиной минут у нас еще до конца этого боя остается, так, ну а мы пытаемся на накидочку выйти, у нас резистов от нас практически нету, ну как нету, 4 есть, конечно, но это не такое большое количество, чтобы я тут говорил, что от нас прям безумно большое количество резов, но вот единственная проблема это то, что противники особо не кучкуются, если бы у нас ребята здесь кучковались, я думаю, что реализация могла бы быть пожестче, так, Владочек здесь подхилен какой-то, хочет мне оформить, но у нас тут пока что ситуэйшн не коммуникейшн от слова совсем, паладин просто прожимается и едет по респу, даже без никакого дополнительного врыва, Сторм продолжает стараться играть под доставки, за это, конечно, ему уважение, то, что игрок не ливает и играет в рамках матчмейкинговой катки до конца и до конца борется, это очень радует, что такие игроки у нас в матчмейкинге есть, потому что я тут записывал видос и попадался с определенными киберспортсменами, они просто заходят в катку, видят, что проигрывают и сразу выходят, даже не пробуют побороться, там, знаете, показать результат какой-то, под шафта попал я, чуть-чуть попался я немножечко под шафтецкого, 400 очеча есть, 19 килов у нас, грубо за пол боя, ну и вот, если бы еще накопление овердрайва у меня было бы побыстрее, то я думаю, что возможности набить дополнительные килы у меня было бы намного-намного больше, но вот когда залетают у нас те самые креточки, они выглядят очень и очень неплохо, так, 83% овердрайва у меня имеется, пробуем здесь накидать и пожить, 93, ой, 92% овердрайва уже есть, так, ну и наша задача будет врываться в оппонента, как только у нас овердрайв появится, шафт с триплетом, кстати, тоже очень жесткое устройство на сегодняшний день, и вообще, в принципе, шафтов очень много в последнее время в матчмейкинге развелось, и в принципе, наверное, я бы сказал, что реализация этой пушки, ну, вполне себе работает несложно, да, и поэтому я, в принципе, не особо сильно удивлен, почему такое большое количество шафтов у нас в матчмейкинге ребята используют, но вот хотелось бы мне все-таки под доставку какую-то ворваться, какую-то доставочку сделать бы очень хотелось, так, я бы давайте, наверное, тут вот такую траекторию попытаюсь раскрыть, здесь у нас уже надо делать вжималову с разворота, просто вот такую котлету заряжаю, ну и, по сути, на этой котлете наша вся разгонка и заканчивается, но доставку все-таки я, ну, можно так сказать, на испуге противника оформляю, да, немножечко под прожатым овердрайвом все-таки посерьезнее ваш танк выглядит, и противник в моменте все равно будет понимать, что там может получить неплохое количество урона, поэтому там с раскруточки одного рубанули, хоп-хоп, и под доставочку сыграли, реализация, в принципе, неплохая, конечно, можно было бы сыграть без доставки, но сделать там условно каких-нибудь там килов 5, да, но зато мы оформили доставку хотя бы не в сухую, да, а то в сухаречек, конечно, здесь проигрывать было бы даже, наверное, грустновато, ну и 545 очков у нас есть, да, все-таки шторм ливает с катки, я уже думал, будет играть до конца, этот боечек 5 минут у нас до конца, еще имеется, ну и по очкам, к слову, даже я смотрюсь со стороны двух команд пожестче всего, это радует, это радует, что наша комбинация работает настолько эффективно, но вот, конечно, жаль, что мы только не выигрываем, а если бы выигрывали и противника заставляли бы прижиматься, да, то есть ловить на кучке, потому что главные свойства этого устройства не только стрельба по одному оппоненту, а по нескольким, чем больше оппонентов, тем больше возможности реализации этого устройства, так, ну и здесь подминки, конечно, я сыграл, поэтому здесь немножечко грустновато, что у нас все-таки нет возможности большого количества доставок и накидки урона по нескольким танкам, да, что противники все стоят по одному, а есть у нас он, кстати, паладин просто катается по их респам и старается сливать, да, как Борис по ходу дела разыгрывает ситуацию. Попробуем встать вот в такую позицию, может быть даже получится что-то покидать здесь. Когда-то я вообще на этой карте любил играть на громе на дальность, да, в режиме там же Джиггернаута, можно было очень эффективно реализовывать эту пушку, но на сегодняшний день это устройство тоже у нас, можно так сказать, занерфили, и его реализация не является столь жестким. Три минуты до конца, 600 очечий у нас всего лишь, да, я думал, что здесь даже удастся на какие-то большие цифры влететь, но, к сожалению, каточка пока что не дает нам возможности на столь плотную реализацию. Страйкер с ураном, что ли? Блин, кстати, страйкер с ураном я бы очень хотел бы реализовать, попробовать. Давно я не катал на этом устройстве. Когда-то оно мне очень сильно нравилось, вы знаете, как я к нему отношусь, поэтому, может быть, даже стоит попробовать реализовать это замечательное устройство в рамках матчмейкинга на сегодняшний день. Так, солью я этого у вас пика сегодня или нет? Вот этот замечательный шафт тоже является очень противным для меня на сегодняшний момент времени. Так, ну и у меня сейчас уже овердрайв появляется, нужно стараться сейчас реализовывать его. И относительно того, как стоит противник, можно попробовать через лево зайти и прям по всему респу долбануть контентика. У нас будет на все про все секунд 10, ну и нужно лишь только заехать через эту левую зону. Но для начала надо убрать того самого замечательного паладина Фреза, который очень аккуратненько здесь старается отыгрывать его по двоим. Вот как только по двоим, вы видите, залетик проходит. Сразу уже совсем другая реализация. Так, у нас здесь уже два шафта стоят на одной зоне. И пытаются здесь дефить, ребята. Что-то я уже открываюсь и меня сливают. Так, ну хотя бы до тридцатки в рамках этого боя бы хотелось бы добраться. Потому что для таких больших карт такое количество очков уже является неплохим. Но вы понимаете, что мы на таком останавливаться результате не хотим. Хотим выдать какую-то прям жесткую темку. Но для того, чтобы выдать жесткую темочку, надо постараться, постараться как-то раскрутиться еще. Да, потому что у нас-то тут что? Что у нас есть-то? У нас есть полторы минуты только на все про все. Купер-рикошет просто летает на клавиатуре. И пытается наваливать урончик с переключениями. Но тоже интересные, да, игроки до сих пор используют клавиатуру. Ну, так же даже на прожатие овердрайва может не кисло накинуть. Ну и наш тиммейт уже пишет, что у нас нубланская командочка. Вот это дефолт. Это дефолт матчмейкинга, если честно. Дефолт матчмейкинга, когда ты набираешь очки и потом начинаешь выписывать в чат. Потому что у тебя плохая команда. Это работает всегда в таком ключе. Так, мы можем, в принципе, наверное, даже скинуть флажочек. Не получить здесь дополнительное количество урона. Противник уже начинает здесь сближение. Попробуем чуть-чуть растянуть дистанцию. Какие-то уже интересные периодики исполнить. Главное, минус не упасть. Здесь могу сейчас еще и упасть. Так, ну и давайте уже малого уже делаем. У нас уже особо времени нет на реализацию. Поэтому пробуем вжать наш овердрайв. Пробуем раскрутиться. Ну и сколько там? Три килла я дал. Три килла. Немного. Тридцатка у нас по итогу. Кристалл залетает за 20 секунд до конца. Надеюсь, что я тридцатый килл как раз-таки здесь сделаю. Ну и посмотрим, что нам здесь вообще дадут по итогу. Жалко, конечно, что чуть-чуть не совсем жестко мы раскрутились. В рамках этого боя. Потому что я знаю потенциал этого устройства. Ну, быть может, если вам зайдет этот видеоролик. То напишите в комментариях, чтобы мы это устройство через какой-то период времени попробовали реализовать. 7000 кристаллов за такую катку мы получаем. Очень хороший показатель за 700 очков. Мало карт, на которых можно получить такие хорошие коэффициенты. Но вот один из этих коэффициентиков в рамках этого боя у нас и залетает. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Считаете ли вы это устройство лучшим на пушку Гром? Ну и как, по вашему мнению, вообще лучше это устройство реализовать? На каком устройстве на Громе играете вы? Тоже можете написать. У меня, друзья, на этом все. Поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а с вами был Мастер Ванька. Всем удачи и всем пока. Мастер Ванька.